Приветствую вас! Давайте пройдёмся по вашим вопросам сейчас, да? Приваться. Значит, почему откликаюсь на его игру? Знаете, вот всегда немножко забавно читать подобные вопросы. То есть, ну, человек, когда он что-то делает, да, он обычно понимает, что он делает, для чего он делает и, соответственно, что он хочет получить взамен, да, ворвёт. Вот. А у вас же ситуация складывается так, что вы что-то делаете, вы делаете то, чего вы не хотите делать, судя по всему. Вот. Вы делаете то, что вам, ну, неприятно, я так вот понимаю, да? Вот. Вы делаете то, что вам, ну, не по себе, то, что вам не нравится. Вот. И вы не понимаете, почему, собственно, это происходит, почему, собственно, вы это делаете. Вот. То есть, данная позиция, она, конечно, вызывает вопросы, да? То есть, ну, а для чего вы изначально хотели это делать? То есть, какие чувства вы испытываете? Вот вы говорите, что чувства, да, у меня проснулись чувства, если бы, если бы ничего не было, да, если бы мужчина, там, как-то вот, не делал бы никаких, ну, ответных движений, да, то, соответственно, и чувств бы не было. Вот. Ну, соответственно, возникает вопрос тогда. А какие чувства у вас возникли? То есть, ну, вот просто, да, какие чувства возникли у вас? Что вы почувствовали? Почувствовали ли вы, скажем, любовь, да, почувствовали ли вы желание быть человеком, да, то есть, ну, просто, вот, именно быть, почувствовали ли вы, там, может быть, что-то ещё? То есть, вот ваши чувства, которые у вас возникли, именно чувства, вот, они, соответственно, и определяют, определяют то, почему вы отвлекаетесь на его игру. Потому что чувства, это, на самом деле, это, не что иное, как, значит, проявление, скажем так, проявление ваших желаний, то есть, вот, как у вас проявляется ваше желание. Вот, и, соответственно, в зависимости от того, какие это чувства, вот, в зависимости от этого, и, соответственно, желания тоже идентифицируются, вот, и можно уже тогда чётко понимать, да, почему вы отвлекаетесь на его игру. Вот, так, грубо говоря, отвлекаетесь на игру из-за желаний, вот, какие у вас желания, желания, вот, такого типа у вас желания. Что-то вы получаете от этой игры для себя. Почему мне не всё равно? А, потому что, во-первых, вы получаете нужную вам обратную связь, которую вы сами себя считаете достойной. Во-вторых, есть возможность, по вашему мнению, есть возможность удовлетворить свои желания, то есть, есть возможность удовлетворить свои потребности, которые у вас имеют место быть в любом случае. Вот. И, вы играете в игру с новой дно, потому что вам кажется, что вот, а-а-а, ещё чуть-чуть, и мужчина даст мне то, что я хочу. То есть, мне нужно. Вот, а мужчина всё, не даёт, не даёт, не даёт, не даёт, не даёт. Ну, и, соответственно, к сожалению, да, скорее всего, и не даст. Потому что у него нет никакого мотива делать что-то для вас, потому что, ну, потому что вы готовы, потому что вы отвечаете, потому что вы от него зависимы, он это чувствует. И, соответственно, делать ему, а-а-а, что-либо, просто-напросто, не имеет смысла, не имеет смысла, что если он с вами расстался, да, если он с вами расстался, он ушёл, вот. То, у него нет натива что-либо делать, вот. Но, ваше всё равно, потому что другого способа удовлетворить, а-а-а, свои желания, вы не знаете. Других способов нет, удовлетворить свои потребности, которые у вас есть. Вот. К сожалению. К сожалению. Поэтому вам и не всё равно. Поэтому вы и покупаете, скажем так, на его такую вот игру, и ведёте себя, по сути, по сути, как, ну, как очарованный человек. Да, то есть, брат, это как очарованный и вечерованный человек, который, вообще-то говоря, всё понимает, да, но желания в данном случае, они, в общем и целом, желания в данном случае сильнее. Вот это. Вот это. А то именно от желаний, да, от желаний именно, от них в данном случае никуда, никуда нельзя. Абсолютно. Пока вы не будете их реализовывать сам. Так, умом я понимаю, что кто просто детский сад, ему 40, а мне 30. Ну, вот, разница в возрасте, да, тоже имеет достаточно серьёзное значение, потому что всё-таки разница в 10 лет, это больше нормы, больше, чем, ну, в общем, больше, чем обычно. Вот, и, соответственно, нужно исследовать, почему так происходит, да, то есть, то есть, ну, то есть, почему такая история, почему так получается, почему больше нормы у вас. Вот, ну, 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 разница в возрасте, почему такая большая, вот, мне кажется, что это очень такой важный момент, вот, если вы хотите разобраться в своей ситуации. Вот, возможно, тут имеют место быть проблемы с родителями, в частности, с отцом, вот, хотя я, конечно, тут не уверен, да, может быть, ну, может быть, всё необязательно, что так, может быть, может быть, всё совсем не по-другому, но вот, так как история видится мне сейчас, вот, именно на данный момент, вот, ну, я могу сказать, что столь большая разница в возрасте редко бывает случайно. Дальше. Дальше. Что это значит с его стороны? Да, он хочет от вас чего-то, там, это, к сожалению, безусловно, он хочет от вас чего-то. Он хочет от вас определённой модели, определённой модели поведения, он хочет от вас определённых, ну, определённой обратной связи, скажем так, вот. И он пытается вывести вас на эмоции, то есть, по сути, он пытается навязать вам своё видение отношений для того, чтобы вы в этих самых отношениях с ним были, вот, но при этом чтобы он ничего не делал. Из того, что он не хочет. Так это просто вот такое, вот, знаете, поведение, когда мужчина с одной стороны вроде бы и хочет отношений, да, но в то же время он явно хочет их так, чтобы ему было комфортно. И, соответственно, он не готов поступиться вот своим комфортным ради вас, к сожалению. Ну, именно, вот, исходя из того, что я увидел, по крайней мере. Вот, хорошо ли это или плохо, ответ на этот вопрос лучше и сказать вам, то есть, вам лучше самой подумать, хорошо это или плохо, потому что, ну, всё-таки, мужчина с архиваешь, вот. И вы выбирали с ним такого, такого дебатного отношения, поэтому, я думаю, что здесь решать и включиться нам нужно только вам. в этой ситуации, по крайней мере. Так, значит, помогите, пожалуйста, разобраться. Ну, соответственно, на вопрос я вас ответил, вот. То, что вы бесите, бесите сами себя, да, это позиция, в общем-то, довольно характерная, потому что, ну, действительно неприятно. Действительно неприятно. То, что происходит, действительно, действительно неприятно. То, что получается, в итоге, в итоге-то, вот, действительно неприятно. Обесите вы себя, потому что вы не можете понять, чего вы хотите и находитесь, как бы, ну, во власти человека. Вот. То есть, просто вот, находитесь во власти его какого-то поведения, чувствуете себя закрытой в этом поведении, бессильной, чувствуете себя бессильной. Вот. Ну, и, соответственно, по этой причине такая история и возникает. Вот это разражение, разражение самой собой, да, это, по сути, защитная реакция вашей, вашей психики, которая говорит, что, ну, ты, что делаешь-то вообще? Ты, куда идёшь-то вообще? Ты чего хочешь-то вообще по итогу? Вот. Смотри там. Вы пишете. Семи месяц назад я расстался с молодым человеком по своей инициативе. Да, ну, то есть, понятно, что нечто вы пишете, а почему с ним расстались. Вот. Но я сейчас хотел бы вас уже славно спросить, а вот, насколько было ваше решение взвешенным, когда вы решали раздаться молодым человеком? Насколько было решение взвешенным? То есть, вы расстались с ним потому что, а вы, например, перестали его, ну, скажем так, любить, допустим. Или вы перестали человека воспринимать, принимать, уважать, ценить? Или он вам просто перестал давать то, что вы хотите? Ну, просто вот, просто перестал давать то, что вам нужно, нужно. Вот. Ну, то, что вам нужно было изначально. Легкая история. Если так, если так, то здесь вот уже нужно анализировать. Как и что. Вау. Ну, как, как и что происходит. Вау. Потому что, если чувство к человеку у вас осталось, значит, изначальный тип отношений, ага, не поменялся. Вот. А вам стало, ну, вот, для вас реальность изменилась. То можно задать вопрос о том, насколько здраво вы подходите к идее отношений. Отношений. Вот. Своих, своих. Дальше. Заблокировали его во всех сетях пишите вы. Для чего? То есть вы пишите, что то, что происходит сейчас, игра, это детский сад. Ну, а разве блокировка во всех сетях, это не детский сад? Вот. Пару месяцев я переживала, из-за чего, особенно, когда узнала, что у него появилась девушка. А из-за чего переживали-то, если рассчитали восстанцию. Да? А переживали вы из-за того, что сравнивали себя с девушкой. Возможно. Возможно. Возможно, вы сравнивали себя с этой вот девушкой, которая у него появилась. И вас посещала пока не очень приятная мысль. А вдруг вы хуже, чем эта девушка. Потому что с, значит, с вами мужчина не захотел строить чего-то там. Да? Ну, то есть, каких-то отношений. С вами мужчина не захотел, а другой девочке захотел, например. И вот это вот сравнение, сравнение, да? Которое далеко не всегда в вашу, ну, в вашу пользу. По вашему, ну, по вашему мнению, сравнению. Ну, оно, скорее всего, и является тем самым основным аспектом, в котором вы так сильно переживали. Вот. Из-за того, из-за того, что у него появилась девушка новая. То есть, это я ещё раз повторяю, да? Это сравнение. Сравнение себя с другими. Вот. А сравнение себя с другими людьми. Вот. Вот. Ага. Значит. Ну, вот, в принципе, это то, что можно вам сказать. Так. Дальше вы пишите о том, что вы расстались потому, что он не хотел жить с вами вместе. Да? То есть, вы пишите, что вы расстались из-за его больших косяков. Да? То есть, уже идёт оценка поведения человека. То есть, почему-то вы решили, почему-то вы решили, да, что это его косяк. То есть, по какой-то причине вы решили, что это именно его косяки. Да? Вот. Ну, а, соответственно, косяк это что, да? Это же ошибка. Это же ошибка. Это же какое-то такое действие, да, которое, ну, расценивается с вами как, как что-то, ну, неприятное, например, допустим. Да? Вот. И тут, на мой взгляд, тоже очень важный момент. Вот. Который заключается в том, что, значит, что вы понимаете под косяком, как вы понимаете косяк. Вот. Считаете ли вы, что косячил только он, например, да? Или, возможно, возможно, и вы тоже косячили. Вот. Если и вы косячили, то в чем косячили вы? Да? То есть, не бывает такого, чтобы отношения заканчивались только из-за, ну, скажем так, да? из-за действий одного человека. Понимаете? То есть, тут вот история, она именно, именно такая. Именно так, ну, ее можно описать, эту историю. Здесь у вас. Дальше. Так. Значит, проблем с детьми бывшей женой. Ну, то есть, это, вот, тут, особенности ваших отношений. Значит, потом, как мне показалось, меня отпустило. А ты на это указывал. Вместе назад я решил его разблокировать в сетях. Потому что хотелось, чтобы он увидел, что у меня все хорошо и без него. А для чего? Аноним. Аноним. Почему вы хотели, чтобы он увидел, что у вас и без него все хорошо? Очень похоже на какое-то стремление доказать, ну, что-то. Доказать что-то ему может быть, может быть. Доказать что-то самой себе. Для чего-то, опять же, да? То есть, для чего-то. Вот. То есть, тут, мне кажется, тоже нужен анализ. Но будь вам на него все равно, да, на мужчину, вы бы не хотели, не захотели бы ничего ему доказывать. Ну, просто потому, что вам было бы все равно, вообще было бы, ну, плевать. Вот. Понимаете? Какая история. Но вы, вы решили ему доказать, решили ему это доказать. Значит, отношения вы еще, скорее всего, да, не завершили. Вот. Вот. Ну, потому что, как бы, видна чувственная привязка. Ваша. Здесь. Вот. Понятно, да? О чем идет дальше. Так. Тут началось. Каждый заходит на мои страницы. Посматривает мои посты. Сам постит то, что понимаем только мы. Так. Я тоже начинал играть в эту игру. А для чего? Так. 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 Тоже картинки, статьи. Мне кажется, что я снова хочу с ним быть. А зачем? Блин. Быть, чтобы что? Для чего? Для чего вам, наверное, нужно было жить вместе? Почему вы хотели жить вместе? То есть насколько вы принимали его реальность, в которой он живет? Я имею ввиду, что у него есть бывшая жена, дети и так далее. Насколько вы принимаете его реальность? Вот. Понимаете? То есть тут вот, конечно, пока достаточно важная деталь. То есть если вы изначально, ну, признали, приняли, что человек, скажем так, если вы изначально приняли, что человек не свободен, что у него есть прошлое, да, что у него есть жена, если вы изначально этот факт приняли для себя, то, ну, наверное, ему нужно время. Ему нужно время для того, чтобы, ага, вот наш, 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 подстроиться под новые реалии. Такие, как вы, например. Я говорю это, потому что вы не написали, сколько вы с ним встречались. Если больше двух лет, то тут, конечно, да. Но вы не написали, поэтому я думаю об этом сказать. Но в любом случае, в случае можно и нужно. Вот. Дальше идём. Так. Проанализировав себя, я поняла, что если бы от него не было этих напоминалок, от него, у меня бы не прапливались чувства. Ну, знаете, история обстоит немножко по-другому. История обстоит так, что чувства, которые вы испытываете, они либо есть, либо их нет. То есть чувства, они не могут проснуться. Взять и проснуться. Чувства не могут. Чувства, они постоянны. Чувства, они постоянны. Соответственно, если вы, ну, испытываете определённые эмоции, да, если вы испытываете определённые эмоции, вот, то, скорее всего, они у вас не пропадали, они у вас не проходили. Просто они не получали какое-то время подпитку. Сейчас они опять подпитку получают. И это нужно понимать хорошо. Вот. Вот. Очень хорошо. Нужно понимать. Поэтому дело здесь не в молодом человеке, который как-то ведёт себя по отношению к вам по-новому, там, увлекательно, да, или как-то вас, соответственно, провоцируют. Вот. И так далее. Дело не в этом. Дело в тех чувствах, которые вы изначально испытывали, когда ещё хотели с ним вместе жить. Вот. Всё дело именно в этом. И, значит, соответственно, соответственно, как только вы увидите, что за желания лежат в основе ваших чувств, какие желания лежат в основе ваших чувств. Вот. Я думаю, что ситуация нормализуется очень быстро. Ну, по крайней мере, вам станет, вам будет понятно, почему вы ведёте себя именно так, а не как иначе. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Можно ли, как бы, в ситуации разрешить вывести вас из игры? Да, можно, как только вы поймёте, что за выгода кроется в этой игре для вас. То есть, какая выгода. Вот. После оценки и исследования субъективных аспектов, субъективной позиции, отношений, тоже можно будет о чём-то говорить. Тоже можно будет что-то рекомендовать и над чем-то работать. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...